Откройте пожалуйста 14 главу исхода и Филли смеется потому что знает название сегодняшней проповеди она называется прикрепи его пить и двигайся заинтересовал итак вы готовы к этому если это есть в слове я говорю если это есть в слове то мы к этому готовы я с восторгом жду того что будет происходить на этой конференции тут есть ответы я чувствую это в своем духе и много лет назад когда я был студентом школы рэма один из наших преподавателей брат мил пайпер учил нас ветхому завету и мы обсуждали различные суды и отрывки которому людей часто есть вопросы и тогда он внезапно остановился и сказал нам он сказал совсем не важно что вы понимаете или не понимаете главное всегда оставаться на стороне бога это один из лучших ответов которые когда-либо слышал а вы что думаете об этом скажите это всегда оставайтесь на стороне бога что это значит никогда не занимайте сторону которая против него которая ставит под вопрос его действия и сомневается в нем если кто-то говорит а почему бог так сделал вы отвечаете не знаю но у него должно быть были веские причины я за него а почему он не сделал то ли это я не знаю но он прав я говорю он прав во всем что он сделал или не сделал он прав и он добрый независимо от того видите ли вы это или нет я остаюсь с ним я с ним и это поможет вам проходить непростые ситуации а со временем когда ваше понимание возрастет вы скажете а теперь все понятно и вы увидите что он был куда более милостивым чем вы могли подумать он был так верен но тогда вы многого не видели и многого не видели и многого не понимали вот когда ваша вера испытывается наиболее сильно это тогда когда вы чего-то не понимаете и вам не обязательно понимать для того чтобы верить потому что вера или доверие богу это выбор это выбор и вы больше всего почитаете бога когда не совсем понимаете его действия но все равно доверяете ему это почитает его и так книга исход 14 глава это начало истории о том как бог избавлял свой народ от египетского рабства вы знаете эту историю я уверен она известная вскоре после того как они ушли фараон решил их догнать израилетяне оказались в западне позади у них был фараон и его армия а впереди красное море они оказались как говорит наша пословица между молотами наковальней все что есть слове это конечно же настоящая история это действительно было но события отобранное для слова применимы ко всем поколениям я не буду вдаваться в детали но для меня жизнеизменяющим откровением несколько лет назад стала мысль о том что нет старого или устаревшего слова божьего слово ветхий или старый по отношению к тем книгам библии которые не в новом завете совсем не означает что они устаревшие или уже не актуальны или перестали быть истиной наш завет изменился но все то что бог когда-либо говорил это правильно и истинно поэтому не относитесь к тому что люди называют старым заветом пренебрежительно типа да но это все лишь ветхий завет да это действительно ветхий завет и да нам не нужно соблюдать закон но закон не перестал быть истиной мы не придерживаемся его для того чтобы получить спасение или стать праведными но не убей это до сих пор правильно так или нет да не будет у тебя других богов передо мной это всегда правильно нет такого понятия как устаревшее слово божие небо и земля пройдут а его слова нет кто-то скажет да но как насчет того что людей забивали камнями за грех сегодня мы этого не делаем потому что иисус занял наше место он был распят а почему мы перестали приносить жертву у кровь животных потому что он пролил свою кровь но все что сказал бог это истинно и правильно и хорошо итак израилитяне оказались в этой ситуации и мы видим как они переживают страх и ужас а потом реагируют на слово божие сегодня вера действует точно так же и страх действует сегодня точно так же ничто из этого не изменилось и не изменится исход 14 10 стих фараон приблизился и сыны израилева оглянулись и вот египтяне идут за ними и весьма устрашились и возопили сыны израилевых господу поставьте себя на их место это была пугающая ситуация с этой стороны фараон и все те кто только что потеряли своих первенцев представьте себе их горе и их желание отомстить им очень хотелось причинять боль и убивать израилетян они пришли чтобы их просто уничтожить израилетяне это понимают но они практически безоружны а на них летит самая серьезная самая передовая военная машина того времени бежать им некуда и поэтому они завопили господу и сказали моисею разве нет гробов в египте что ты привел нас умирать в пустыне что-то ты сделал с нами выведя нас из египта а совсем недавно они праздновали то что они свободны правда они стали свободны у них появились деньги они исцелены от всех болезней идут в землю обитованную но когда они увидели облако пыли которая поднялась от копыт конницы фараона они забыли о своей победе их охватил сильнейший страх и не нужно недооценивать страх страх это реальный враг в каждом дне вашей жизни если вы не будете ему противостоять он вас парализует он заблокирует вас и лишит вас плана божьего для вашей жизни чтобы следовать за богом вам нужна вера а чтобы иметь веру вам нужно побеждать страх каждый из нас без исключений должен побеждать страх потому что как только господь говорит вам сделать что-то враг тут же посылает своих запугивающих духов чтобы сказать вам что что вы не сможете у тебя не выйдет никогда ни за что у тебя ничего нет чтобы это сделать ты не сможешь у тебя нет связи и так далее что-нибудь и это будут не только мысли он приносит еще и чувство реальное духовное влияние это то что удивляет многих людей они думают о если это духовное проявление то наверное это бог о нет дорогуша это не так дьявол реальный и эти чувства также реальны и сейчас есть очень много церковных людей много христиан которые страдают депрессией а так не должно быть я говорю так не должно быть а дело в том что дети божьи не понимают кто они и что они имеют они также не понимают откуда приходят эти мысли откуда приходят эти чувства что вы можете закрыть им рот могущественным именем иисуса и тем кто живет внутри вас но если вы пассивны и если вы не противостоите им они вас задавят эти чувства реальны и ужасны люди начинают задумываться об самоубийстве лишь потому что размышляют над неправильными вещами и поддаются неправильным чувствам я хочу чтобы вы сказали следующее мой разум это мой разум я не должен думать о том о чем я не хочу думать о чем я не хочу думать я не должен поддаваться чувствам которые неправильны у меня есть власть в имени иисуса христа что говорит писание оружие воинствование нашего что сильные богом на разрушение твердынь ими не испровергаем замыслы так или нет и всякое превозношение восстающие против познания божия и пленяем всякое помышление все мысли что вас беспокоит вы должны хватать за горло и говорить нет моей жизни тебя не будет нет нет и прихлопните ее свергните ее сбросьте вниз мысль которую вы отказываетесь прокручивать не может вас беспокоить чувство которому вы не поддаетесь не может сломить вас но вы не можете быть просто пассивными вам нужно сделать свой ход об этом мы поговорим сегодня кто-то помнит название проповеди ну хорошо исход 14 12 стих не это леса мы говорили мы тебе в египте сказав оставь нас пусть мы работаем египтянам и бы лучше быть нам рабстве у египтян нежели умереть в пустыне каждый раз когда вы вместе прорыва в шаге от своего чуда или того что хочет дать вам бог вам придется разбираться вот с этим с мыслями и чувствами это единственный способ как враг может остановить вас он не может остановить бога но если ему удастся вложить ваши уста страх и заставить вас все бросить и сдаться то так он сможет остановить то чего бог желает для вашей жизни израилетяне подались неправильным мыслям сами того не осознавая на моисея сказал народу не бойтесь стойте и увидите спасение господне он пророчествует он провозглашает то что еще не произошло но он знает что бог не вывел их всех туда чтобы дать им погибнуть он не устроил это все лишь для того чтобы привести вас сюда и убить нет 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 все это сводится к тому кто такой бог и к знанию его характера они продолжали говорить бог вывел нас отсюда чтобы поубивать значит вы его не знаете если вы так говорить это вы его просто не знаете далее он говорит ибо египтян которых видите вы ныне более не увидите во веки а куда они денутся господь будет поборать за вас господь будет бороться за вас откуда мы это знаем откуда мы знаем что господь будет бороться за нас они еще не знают всего того что будет дальше нам проще потому что мы знаем вот почему мы так уверенно говорим о не переживайте все будет хорошо потому что мы знаем конец этой истории итак господь будет поборать за вас а вы будете спокойны а затем господь говорит моисею видите откуда я взял название проповеди вот что сказал господь что ты вопиешь ко мне скажи сынам израилевым чтобы они шли как вы думаете что они подумали когда услышали это чтобы они шли куда правда куда куда идти но знает ли бог о чем он говорит и вы увидите что очень часто в подобных ситуациях господь говорит эй давай двигай а вы такое куда двигать я не вижу куда двигать да но бог видит я говорю бог видит он видит и если он говорит двигай вы будете мне помогать или нет если он говорит двигает то вы вы двигаете и сказал господь моисею что ты вопиешь ко мне скажи сынам израилевым чтобы они шли а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его и пройдут сыны израилевы среди моря по пустыне давайте я прочту вам это в других переводах современном английском сказано почему ты продолжаешь звать меня на помощь предупреждал ли нас господь о пустых повторениях а враг хочет загнать нас в этот цикл о боже помоги мне боже помоги мне боже помоги и помоги боже помоги мне бог услышал вас с первого раза тогда зачем все это о боже о боже враги все ближе помоги помоги мы как будто зациклились цикл и если вы будете делать это достаточно часто это начнет выходить из ваших уст да и вы будете говорить это снова и снова и значит враг довел вас до того до чего хотел в новом живом переводе сказано господь сказал почему ты взываешь ко мне скажи людям пусть шевелятся скажи им пусть шевелятся еще одном переводе сказано почему ты взываешь ко мне скажи людям пусть начинают двигаться международном переводе сказано скажи им пусть выдвигаются двигайте выдвигайтесь но куда куда наметти бог выдвигайся двигайся знаете брат орл робертс делал такие вещи которые до него не делал ни один евангелист он построил университет построил большую больницу он говорил если бог говорит нам построить что-то то выкопайте яму что это мы смеемся потому что это кажется нам очень простым на то далеко не так почему потому что то что хочет делать ваш разум ну как мы будем это финансировать а где мы возьмем то и это бог не сказал задавать тысячи вопросов он сказал двигаться двигайся невозможно управлять припаркованной машиной верно если она не движется ее можно направлять ею можно руководить прекращай вопить ко мне и двигайся кто из вас понимает что это слово от бога это слово от бога прекрати вопить ко мне очень легко быть ленивыми просто кричать ныть стонать вопить и упрашивать бога но это не вера это не работает и это не приносит чудеса зачем бог таким сказал неужели ему было нужно чтобы они начали двигаться чтобы он смог сделать то что он хотел а почему вы так думаете потому что именно так он все сделал вы еще со мной люди говорят бог не нуждается во мне о кто вам это сказал мы с вами живем в поколении которое верит что все только по благодати иными словами что все зависит от бога и бог якобы все контролирует и вы слышите как это говорят даже те люди которые должны бы в этом разбираться о бог все контролирует бог контролирует что именно вас он контролирует все кто вам такое сказал эти доктрины они не от бога эти учения противоречат библии он решил задействовать нас с вами в нашем избавлении в нашем исцелении и то что вы об этом думаете не играет никакой роли он решил делать это именно так верно и если вы не делаете это так как сказал он то ничего не произойдет бог так зачем тебе чтоб мы двигались ты не можешь просто разделить красное море мы подождем пока ты закончишь потому что так нам будет ну комфортнее еще немного подождем чтобы земля лучше подсохла нет не так хотел он это сделать он не так действует религия превращает людей в попрошаек а научит людей выпрашивать ныть плакать умолять бога непрерывно я уверен что бог устал это слушать но если вы посмотрите в писание то там он говорит такие вещи как перестаньте вопить и двигайтесь откройте пожалуйста вторую главу иоанна иоанна вторая глава ответ здесь в слове братья и сестры ответы здесь я слышал как люди говорят мы сейчас видим не так много чудес сейчас другое время но нет бог не меняется бог никогда не меняется люди меняются а враг всегда пытается украсть у церкви у тела христа знание и понимание того как в боге все работает и каждое новое поколение вот настолько близко к тому чтобы потерять то что предыдущее поколение получило от бога итак иоанна 2 начало служения и чудес иисуса превращение воды в вино помните эту историю 2 глава и кажется 3 стих давайте почитаем иоанна 2 3 и как недоставала вина то матери иисуса говорит ему вина нет у них то есть у них закончилось вино иисус говорит ей что мне и тебе жена не не волнуйтесь это уважите на обращение в другом переводе сказано как это нас касается как это нас касается вы знаете это гордость если вы думаете что можете исправить любую ситуацию потому что вы верующий или потому что вы служитель иисус сказал я сам от себя не могу делать ничего так или нет тогда это точно относится и к нам с вами очень многие вещи никак вас не касаются и если господь ничего не говорил вам по этому поводу то вы ничего и не можете сделать не ведите себя так будто бы вы можете прийти и сразу же все наладить или исправить куда бы вы не пришли это не так вы не спаситель но когда бог говорит вам сделать что-то вы можете и так иисус говорит как это касается нас еще не пришел час мой тогда его мама поворачиваются к слугам и даже недолго объясняет им что-то но это ключ к чудесам что скажет он вам о том помолитесь так нет иногда бог дает нам с филис инструкцию указания для других людей мы говорим им об этом они отвечают ну мне нужно об этом помолиться но указание было не о том чтобы молиться на о том чтобы что-то сделать но они будут молиться об этом а это одно и то же нет что скажет он вам о том размышляйте а просто задумайтесь поразмышляйте подумайте об этом разберитесь в этом вот как вы упускаете чудо мы поговорим об этом чуть позже но вы знаете что в якова 2 много говорится о том чтобы быть исполнителем слова иными словами о вере в действиях мы поговорим об этом позже но в первой главе находится предостережение если вы не делаете того что вам сказано вы забываете что вам сказано и начинаете заниматься самообманом вот как вы упускаете чудо и враг знает об этом лучше чем многие люди когда враг слышит как дух божий говорит кому-то сделать что-то в аду включается красная лампочка внимание внимание опасная ситуация потому что если кто-то выполнит божие повеление в вере высвободится помазание а когда проявляется помазание ярмо ломается бремена убираются все то что враг выстраивал много лет рассыпается за секунду это как мыльный пузырь для него прошу прощения и враг знает об этом и это нужно остановить это нужно остановить остановить что? помешать человеку сделать то что сказал ему сделать Господь но если человек полон решимости то вы не можете просто сказать ему не делай то какая следующая линия защиты? подожди 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 не спеши не слишком увлекайся если он сможет заставить вас отложить это то тогда один день превратится в неделю а потом в месяцы и как говорит Писание раньше вы видели это ясно как глядя на себя в зеркало но затем вы забыли то что видели вы забыли что он сказал вам сделать а затем вы думаете он сказал мне и я это вроде бы как сделал хотя на самом деле вы этого так и не сделали так и не сделали знать об этом не то же самое что сделать это слышать это не то же самое что сделать вы слышите меня или нет? слышать не значит сделать а в нашем лагере слово веры в чем мы наиболее преуспели? в слышании мы мастера послышанию слушать, слушать и слушать так или нет? потому что так приходит вера да, но она так не высвобождается если вы на этом остановитесь не будет никаких чудес и не я это сказал так говорит Писание мы должны преуспеть не только в слышании мы должны быть профессионалами не только в умении конспектировать или делать записи если вам нужно чудо то что он скажет вам то и запостите в сториз да? о, сегодня это популярно запостить это привлечь к этому внимание получить да? получить множество отзывов комментариев лайков так вы получаете чудо? нет, так вы запутываетесь что он вам скажет то и я ничего не пропустил? а? давайте посмотрим и так размышлять над этим молиться об этом вы знаете молитва очень важна да, но Господь сказал вам сделать это а не молиться об этом Он сказал вам сделать это а молиться об этом не то же самое что делать размышлять об этом также не то же самое что сделать это говорить об этом не то же самое что сделать это Что Он скажет вам, то и... И давайте в этот раз скажем правильно. Сделайте то и сделайте. Сделайте это. Сделайте это. Когда вы делаете это, вы подсоединяетесь к силе, но не раньше. Не раньше. Именно когда делаете это. Помните историю о том, как люди исцеляли служение Иисуса? Женщина с кровотечением. Как она исцелилась? Она долго страдала, обращалась ко многим докторам, но ничего не помогало, а становилось только хуже. Но когда она услышала об Иисусе, и так приходит вера, она пробралась сквозь толпу и прикоснулась к его одежде, потому что говорила, «Если хотя бы к одежде его прикоснусь, то буду здорова». Кеннет Хэгген, старший, который уже на небесах, проповедовал множество проповедей из пятой главы Марква о «Женщина с кровотечением». А одну из этих проповедей ему, по его же словам, дал сам глава церкви Иисус Христос, напрямую. Она изложена в небольшой книжечке под названием «Диктуйте свои условия». Возможно, я прочту вам какие-то отрывки из нее завтра, если будет время. Там есть интересные детали. Но в этой книге Господь дал ему определенные шаги. И шаг номер один — это «Скажите это». Она сказала, «Если хоть к одежде его прикоснусь, то выздоровью». Шаг номер два — «Сделайте это». Он пишет, «Если бы она только сказала, если хоть к одежде его прикоснусь, то выздоровью. Но при этом ничего бы не сделала, то не было бы никакого чуда». Не было бы никакого чуда. И Иаков тоже пишет об этом. Вера без действий мертва. Вера без действий мертва. Это вера сама по себе. Или одинокая вера. Вера не предназначена действовать в одиночку. Она действует любовью. Она выражается словами и действиями. Действиями. Или делами. Если бы та женщина только сказала, «Если хоть к одежде его прикоснусь, то выздоровью». Но потом не сделала то, что сказала, не приложила бы усилий, чтобы пробраться сквозь толпу и прикоснуться к нему, то не было бы никакого исцеления, несмотря на то, что она поверила в это и сказала. Не было бы никакого исцеления, потому что она не подкрепила свои слова действиями. Не сделала того, что сказала. Прошу прощения. То же было и с братом Хегеном. Его исцеление пришло точно так же. Он страдал и мучился. Он был парализован, как и говорили доктора, но когда ему было 16 лет, он ухватился за Марка 11.24. То есть мне нужно поверить, что я получаю еще до того, как я это увижу или почувствую. И это откровение изменило его жизнь. И находясь один в своей комнате, он провозгласил, «Я верю, что получаю свое исцеление». Он провозгласил это перед Богом, перед ангелами, перед всем миром. Его диагнозом было неизлечимое сердечное заболевание, паралич и что-то там с кровью. Это лишь основные диагнозы, но он сказал, «Я верю, что получаю исцеление от этого, и я верю, что получаю исцеление от этого. И если я что-то пропустил, то я верю, что принимаю исцеление от макушки головы до подошвы ног». Но при этом он не был исцелен, не было никакого проявления силы. Он поверил в это и провозгласил это, но проявления не было. Вы меня слышите? Тогда Господь дал ему те четыре шага. Номер один, скажи это. И это все? Нет. Номер два, сделай это. Номер три, приими это. И номер четыре, расскажи об этом. Расскажи, что сделал для тебя Бог, чтобы и другие услышали об этом, вдохновились и тоже могли поверить. Итак, после того, как он провозглашал и провозглашал это, а также прислушивался к тому, что говорит ему Господь, это привело его к тому, где он должен был оказаться до следующего шага. Он рассказывал, что Дух Святой обратился к нему и сказал, «Ну, теперь ты веришь, что ты здоров?» Он говорит, «Да, верю». Но здоровые люди не валяются в кровати в середине дня. И было где-то после одиннадцати или что-то в этом роде. Здоровые люди уже давно на ногах. «Что пора было сделать?» «А? Ну же, подскажите мне». Он поверил и сказал, а проявления нет. «Теперь ты веришь, что ты исцелен?» «Да». Здоровые люди не валяются в постели в середине дня. И он рассказывал, как перенес свои парализованные ноги на край кровати. Они повисли с кровати и ударились о пол, как два бревна. Никаких ощущений. Они по-прежнему были парализованы. Он схватился за спинку кровати и начал соскальзывать вниз. Он рассказывал, что спускался до тех пор, пока колени не опустились на пол. Но делал ли он то, что сказал ему Бог? «А? Вы слышите меня?» Он рассказывал, когда он сделал это и стал провозглашать свое исцеление, что-то будто бы начало растекаться по его голове, как теплый мед. Сила Божья окутала его голову, его плечи, и когда она дошла до его ног, которые были бесчувственными, он почувствовал жжение и чувствительность вернулись в его ноги, оживив их. И он стоял там, проставляя Бога. После он прожил и проходил еще много десятилетий и проповедовал Евангелие по всему миру. О, скажите, чудо, 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 чудо. Но я знаю, что многие из нас останавливаются на говорении. Мы останавливаемся на говорении, на исповедании. Это ошибка. В служении Иисуса было не так. А как насчет 11 главы послания к евреям? Главы о вере, да? Что мы видим в людях, которые там упоминаются? Верой? Верой Авель сделал что? Не просто исповедовал, а принес. Он принес жертвоприношение. Так или нет? Верой Енох ходил с Богом. Вы видите, что в каждом случае есть какое-то действие. Верой Ной сидел дома и размышлял о том, что сказал ему Бог. А? Размышлял и говорил об этом. А? О, неужели действительно будет потоп? У него год ушли на построение того ковчега. Деньги, пот, усилия. Вера делает. Вера действует. Вера движется. А Бог когда-либо менялся? Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Тогда Он сказал им, перестаньте вопить ко Мне и двигайтесь. А что бы Он сказал сегодня? А? Он изменился? Он лицеприятный? Слишком много плача. Слишком много нытья. Слишком много жалости к себе. В каждой ситуации Бог уже знает ответ. Он уже знает выход. Он знает решение. Он знает, какая сила должна быть высвобождена. И Он ожидает, что мы с вами будем верить тому, что Он сказал. Он ожидает, что мы вложим это в свои уста и скажем это. Согласимся с Ним, побеждая страх. А затем наступит момент истины. Когда вы все сделали, услышали Его, поверили Ему, согласились с Ним и сказали то, что Он сказал. А после всего этого всегда наступает момент истины, когда Он направит вас сделать что-то. А? Иди туда. Сделай это. Посей это. Послушай меня в этом. Вы со мной? Должно быть действие, которое соответствует тому, что вы говорите. Верно? Действие. Действие. Дела. Так же было и с людьми, которые исцеляли служение Иисуса. Человек с сухой рукой. Как он исцелился? И Иисус сказал, протяни свою руку. Да, но Его рука, она была высохшей. Это похоже на движение? Двигайся, шевелись. Шевелись. И не нужно рассказывать Богу, что это не работает. Так вы ничего не добьетесь. Но Бог, Он уже знает все ваши «но». Он не сказал протянуть всю руку, а лишь кисть, именно ту часть, которая высохла, которая не работала. Но вместо того, чтобы рассуждать об этом или рассказывать Господу, что Он не может этого сделать, вот почему Он есть в Библии. Потому что когда Господь сказал Ему сделать что-то, что Он скажет вам, то и делайте, что Он вам скажет, то и сделайте. И когда тот человек дошел до края своих возможностей в том, как он мог повиноваться Богу, он встретился с силой Божьей. Он встретился с силой Божьей. Так это всегда работало. Всегда. Во все века, во всех народах, во всех странах. Он ничего не менял и не совершенствовал для нашего поколения. Что Он скажет вам, то и сделайте. Для этого понадобится вера. Для этого нужна вера. Мысли и чувства будут говорить вам, что вы не сможете. Но вам придется побеждать их. Если вы это сделаете, если вы это сделаете, то станете теми, кто переживает чудеса. Пока другие все еще пытаются в этом разобраться, а вы будете в этом жить. Жизнь, изменяющая сила Божья, проявится в вашей жизни. Аллилуйя! И вам не нужно будет просто слушать историю, то, что произошло давным-давно. Вы будете переживать это в собственной жизни. проявленную силу Божию. Скажите кто-то, слава Богу, слава Богу. О, спасибо, Господь. О, спасибо, Господь, спасибо, Господь. Поднимите руки. Начните славить Господа. Повторяйте за мной, если вы согласны с этим в своем сердце. Скажите, Бог Отец, я верю Твоему Слову. И нам нужно делать больше, чем просто слушать и говорить. Нужно делать различные шаги веры. Открой мои глаза, мои уши и мое сердце, чтобы я понимал и старался быть не только слышателем, но и делателем, исполнителем, чтобы я был послушен Тебе и двигался во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Бог. Спасибо, Господь. Как говорит Писание, если захотите, то будете вкушать благо земли. А? Так или нет? Если очень захотите. Нет. Это лишь одна часть, не так ли? Если захотите, что? И послушайтесь. Послушание. Это непопулярное слово в наше время. Но оно не потеряло популярность у Бога. Ему оно по-прежнему нравится. Если ему оно нравится, то и нам тоже. Мы на его стороне. Спасибо, Господь. Так или нет? Спасибо, Господь. Субтитры подогнал «Симон»